Пути Господни неисповедимы. Пути Господни, работавший ранее генеральным прокурором Беларуси, экстрадировал в 2016 году Лапшина в Азербайджан. Но судьбе было угодно оказаться на одной сцене двум противоборствующим сторонам в Ереваны и на фоне стендов с видами Арцаха пить арцахское вино. По словам Алла Пшина, руку пожимать послу он не стал. Да и сама Конюк, увидев неожиданного гостя, чувствовал себя неуютно. Тем не менее, вопрос к правительству Пшиняна. Вы уверены, что новоназначенный в 2020 году белорусский посол в Армении, проработавший в этой недружественной для Армении стране генпрокурором, не является дипломатом-стукачем? И почему именно его назначили в 2020 году в Армению, в год, когда страну охватила война? Да, я знаю, что это за человек. Да, я знаю, что он незаконно организовал мою выдачу Азербайджану. Не знаю, какую сумму он за это получил от властей Баку, и получил ли вовсе, может быть и нет. Это меня интересует меньше всего. Я также знаю и принимаю возмущение моих белорусских друзей, многие из которых Рошер Кампера, этого посла прокурора, оказались в тюрьме за критику режима Лукашенко. И все же я должен вам сказать следующее. Эти люди не имеют ни своего мнения, ни позиции. Это слуги Лукашенко, которых бросают с одной должности на другую. Придет и их час познакомиться с ненавязчивым убранством СИЗО, один, иначе называемого Володарка. Всему свое время. И демократия, и порядок восторжествуют в несчастной Белоруссии. Лично я из морально-этических соображений не пожал ему руку и отказался фотографироваться на общем, официальном, фото. Извините, что нас сняли на фото, и видя обычные люди, и прислали мне эти записи. Для меня важнее успех туристической выставки, для меня важнее, чтобы Армения скорее встала на ноги после разрушительной войны. И ради этого я готов стоять даже рядом с чертом, уж не говоря о каком-то прокуроришке, сдавшем меня Азербайджану. Да, мне было странно наблюдать, как этот человек подошел к стенду Арцаха на выставке, сказал, что любит и уважает армян Арцаха, и угостился степенно керцким вином и сладостями. Там бесплатно угощали. Он позабыл, видимо, что он лично и его заместитель Алексей Стук санкционировали выдачу меня Азербайджану за турпроездку в Арцах, чье вино он радостно отведал. И еще добавлю. Лично для меня, и это мое личное мнение, могу ошибаться, посольство Белоруссии в Ереване с этим человеком во главе, это негласное представительство СГБ Азербайджана в Армении по сбору информации. Александр Лапшин, 1 июня 2021 года, столкнулся с абсолютно возмутительной ситуацией во время путешествия по армянскому Тавушу. Поехали мы посмотреть старинный монастырь Аракелац, и там же рядом древний мост Самсона. Приезжаем, а там почему-то закрыт проезд, и охранники объясняют, что какой-то важный чиновник из администрации Тавушского морза, региона, устроил себе там праздник и приказал никого в монастырь не пускать, чтобы не мешали ему и его друзьям отдыхать. Кто этот чиновник, спросили мы. Те отказались назвать его имя. Но сказали, что большой человек, и они там сидят за столом и едят. Пешком пройти нам тоже не разрешили. Сказали, что шеф так приказал. Это что получается? Какой-то чинуша присвоил себе храм божий и развлекается там с друзьями. И запретил пропускать в Аракелац туристов и верующих. Мы находимся на севере Армении. Это село называется Керанс. И здесь находится старинный монастырь Аракелац. И там же мост Самсона. Это туристические места. Сюда ездят туристы. Но почему-то здесь все закрыли и объяснили тем, что какой-то уй устроил себе там праздник. И поэтому он взял и закрыл для себя весь национальный парк. Если вообще не понял, что это за муйня такая здесь происходит. Вот оператор, посмотрите. Вот там вот написано английским по-синему, что это туристическое место. Армении Нэшуэлл Трэйл описано. Керанс. Сан-Сон-Джордж. Для того, чтобы это посетить, попросить у охранника открыть ворота. Но когда мы подошли к охраннику, нам сказали, что какой-то уй на букву Х. Что-то там непонятно, что творит. И поэтому нам туда ехать нельзя. Ребят, ну если вот так вот развивать туризм, то дождемся, что здесь скоро будет Азербайджан из-за таких людей. Все, заканчиваем, поехали. Уверен, никто этого азербайджанского парня душить и убивать не будет, как его соотечественники поступили со мной. Об этом написал на своей странице в сети Facebook побывавший в Азербайджанской тюрьме за посещение Арцаха. Российско-израильский блогер Александр Лапшин. 18 марта 2019 года. Всегда говорил и буду говорить, нельзя опускаться на уровень противника, иначе деградируешь до его уровня и в итоге проиграешь. В данном случае речь идет про обычного азербайджанского колхозника, случайно перешедшего границу в Армению и пойманного пограничным патрулем. Он пытался убежать, они его ранили в ногу и теперь он в Ереванской больнице. Против него возбуждено уголовное дело за незаконный переход границы и он будет ожидать суда. В больнице его навещает омбудсмен Армении Арман Татаян, следя за соблюдением прав азербайджанца. Надеюсь, что в связи с тем, что нарушитель границы не представлял угрозы и всего лишь зашел куда не нужно, его скоро отправят домой. И уверен, что в Армении никто не будет его душить и сбивать, как меня в азербайджанской тюрьме. Ибо Армения это совсем другой уровень и поэтому армяне всегда будут на шаг впереди своего врага. Также известно, что будет, когда парня отпустят назад в Азербайджан, его заберут на пару дней в КГБ Азербайджана, отобьют почки и заставят говорить, что в Армении над ним издевались. Но какое это имеет значение? Главное, что вы останетесь людьми с большой буквы. А кто такие алиевские, давно известно. Субтитры создавал DimaTorzok